Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я решил провести просто исследование, а насколько выгоден вот этот модельный портфель, который я предлагаю всем. И я решил сравнить, чего уж там, с фондом Уоррена Баффета, насколько выгоден модельный портфель. И я вообще получил ошеломляющие результаты. Я сравнил модельный портфель с доходностью Уоррена Баффета, с доходностью вложений в доллары, с доходностью вложений в индекс S&P 500 и в индекс РТС. И получилось, что модельный портфель оказался лучшим, круче. То есть аналитики, открытия, брокер, которые управляют модельным портфелем, которые дают рекомендации, оказались круче, чем Уоррен Баффет и чем американская экономика. Я не шучу, это действительно так. Так, смотрите, факты, только факты. Итак, сейчас вы видите динамику портфеля доходной. По данным открытия брокер, потому что данных моих личных нет, и данные, на которые я опираюсь, реальный портфель, он вложился. Там все круче намного получилось, потому что мы вложились в конце. Вот вы видите очерченный график. Там спад был в апреле месяце. Так вот, в самом глубоком спаде мы с дочерью переформатировали этот модельный портфель и открыли его, ну, получается, начало наблюдений, корректных, в самом начале спада. Это все получилось намного круче. Вот у нее. Но в данном случае, вот, с декабря по декабрь я посчитал. Смотрите, вы видите прекрасно, что в начале года приблизительно цифра соответствовала 190, в начале года и в конце года 245. Ну, не важно чего, на самом деле, то есть важна, так сказать, динамика. Вот, доходность составила 28,9% годовых. И, ну, вы видите, что основной рост был в начале года, до конца марта он рос. Вы видите это, да, прекрасно. Потом санкции были введены там 8-го, 10-го апреля. И, соответственно, там резкое падение, резкий спад и после этого восстановление. Поэтому вот такая динамика. А те, кто люди, вот многие говорят, мы вложились там, кто летом вложился, да, летом уже либо отрицательная динамика, либо динамика ближе к нулевой. Вот. Теперь смотрите, что дальше произошло. А дальше я решил посмотреть, а второй вариант инвестиций, а что, если просто было вложить деньги в доллары просто и чтобы они лежали. Итак, доллары. Смотрите, я вывел график прямо на бирже. Вы можете это легко проверить, биржевой курс доллара. Посмотрите, конец предыдущего года, 31.12.2017 года, доллар стоил 56 рублей 98 копеек. Видите, да? Вот. В конце следующего года доллар стоит 67.74 рубля за доллар. Итого получается. Доходность в долларах составила... Доллар вырос на 18,83%. То есть тоже очень-очень нехило вырос доллар за прошедший год 2018. Просто элементарно купили доллары. Теперь дальше. А теперь мы пересчитаем модельный портфель в долларах. Смотрите, начало года мы уже видели 190, ну там чего-то предположим, сказать, тысяч рублей. Вот. Делим на 56,98. Это курс доллара в начале года. Получаем 3,334 доллара. Ну там 190 единиц каких-то, да? Вот. А конец года 245 делим на 67.74. 3.617 доллара. Итого, если пересчитать в долларах, то доходность модельного портфеля составила плюс 8,47 доллара. То есть доходность модельного портфеля оказалась выгоднее, чем доходность вложений в доллары. Смотрим дальше. Фонд, которым управляет самый известный, самый богатый финансист, это Уоррен Баффетт. И он основал фонд Berkshire Hathaway. Вот. Мы можем, в принципе, вложиться в этот фонд, но один пай этого фонда стоит там больше 100 тысяч долларов. Но есть варианты какие-то через управляющие компании вложиться в этот фонд. Если бы мы вложились в этот фонд, посмотрите. Сайт investing.com. Достоверная информация, то есть все доверяют инвесторы этому сайту. Начало года. 31.12.2017. Посмотрите. 201. 201,42. Не важно, чего там. Тысяч долларов. Конец года. 195.20. Фонд Berkshire Hathaway. Под управлением Уоррена Баффета. Доходность минус 3% за год в долларах. Почему? Потому что в начале он рос, а потом падал. Что дальше? Может быть, Уоррен Баффет все равно круче, чем индекс S&P 500. Что такое индекс S&P 500? Индекс S&P 500. Это то, во что мы можем легко вложиться. И это состояние американской экономики, на самом деле. Это американская экономика в среднем. Поэтому индекс S&P 500 мы легко можем вложиться через ETF, SPDR S&P 500. Есть такой, котируется. Можно купить пай этого фонда, и он будет расти прямо точно так же, как индекс S&P 500. Так вот, пай SPDR S&P 500 в начале года стоил 273,42 доллара. В конце года видим 252,39 доллара. Что получается? Доходность минус 7,8% за год. Что это значит? А это значит, что Уоррен Баффет все-таки круче, чем просто индекс S&P 500. Круче Уоррен Баффет. Он не зря работает. Но, тем не менее, модельный портфель его обгоняет. Ну, а может быть, вся Россия круче, чем, собственно говоря, чем Уоррен Баффет и чем S&P 500. Давайте посмотрим. Аналогичный российский фонд, который, фонд, индекс, который применяется, это индекс РТС. Что такое индекс РТС? Это средняя цена российских компаний, акций российских крупнейших компаний, выраженная в долларах. Поэтому смотрим индекс РТС согласно тому же сайту investing.com. Начало года мы видим 1196,64 доллара. Конец года 1124,03. Доходность минус 6% за год. То есть индекс РТС в течение прошедшего года упал. Он тоже самое рос вначале, потом падал. Итак, смотрим. Действительно, индекс РТС упал на 6%. Индекс S&P 500 упал на 7,8%. Российский индекс оказался круче. Уоррен Баффет оказался круче, чем и российский бизнес, и индекс, и американский индекс. Но круче всех оказался модельный портфель. Друзья мои, это было неожиданно даже для меня. Я вот вообще был удивлен. Это потрясающие результаты. Итак, что такое модельный портфель? Смотрите. Модельный портфель – это такая вот штука, которую придумали открытие брокер. Я имею в виду модельный портфель доходный. Есть еще модельный портфель независимый, который предлагают все. Он дал, я вам честно скажу, отрицательную доходность даже в рублях. То есть он был хуже намного. Что такое модельный портфель доходный? Мы открываем счет в открытие брокер и вкладываем туда деньги. Через некоторое время нам приходит смс, давайте сформируем портфель. Все. Мы заходим в личный кабинет, нажимаем одну кнопочку всего «Привести в соответствие». Больше ничего не делаем. И, значит, акции автоматически покупаются, портфель формируется. Все. Дальше следующая смс. Когда придет, пришли изменения в модельный портфель, рекомендуем, значит, войти и посмотреть, что это значит. Это значит, что просто мы снова входим в модельный портфель, снова входим в личный кабинет, нажимаем ту же кнопочку «Привести в соответствие» и какие-то акции покупаются, какие-то продаются. Ну, то, что отработала идея. Все. Такие смс-ки приходят. Раньше они приходили там два раза в месяц когда-то. Да, три года назад. А год назад они стали приходить там раз в полгода, раз в три месяца. Потому что я спрашиваю у открытия, значит, у аналитиков, что такое, что случилось. Они говорят, а портфель сформирован, он нормальный. И ничего не надо менять. Состав акций оптимальный. Вы видите, что они правы. То есть, смотрите, раз в три месяца комиссия платится минимальная. Да, с этого года они ввели... Они изменили немножечко условия. То есть, комиссия там стала за сделки совсем такая же, как на тарифе универсальной. Но при этом ввели 3% ну, как бы, плата за сервис. За все надо платить. Вот так. Вот. Но при этом, посмотрите, модельный портфель доходный оказался круче всех. Круче вложения в дорлог. Круче, круче, чем фонд Уоррена Баффета. Круче, чем S&P 500. И даже круче, чем РТС. А российская экономика РТС оказалась круче, чем S&P 500. Вот так бывает. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите, что бы вы хотели увидеть на моем канале. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. Пока.